Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это четвёртый тур моего седьмого дуэльного турнира. Сейчас будет врезка о том, как мы выбирали нации, ну а играю я против NVK Rocke. Так, ну вот какие нации нам тут повыпадали. У меня Франция, Сирия, Швеция и Полинезия. У соперника Голландия, Португалия, Венеция и Марокко. Ну давайте размышлять. Что у нас тут? В Швеции хорошие места обычно появления, но проблема в том, что уникальные свойства работать не будет, потому что нет у городов-государств и не факт, что мы доживём до уникальных юнитов. Ассирия, ну да, есть у неё эта башня, но проблема Ассирии в том, что она как будто из-за этой башни заставляет атаковать. Если соперник знает, что против тебя Ассирия, он готовится, что на него будут атаковать. Ну и смысл тогда брать её. Полинезия на Высокогорье не будет работать, потому что здесь нету моря, соответственно, и вот эти Моаи никак не применить. Ну и что там? Плавание через океан тоже нету смысла, потому что не будет океана. Ну, в Высокогорье такая карта как перестрелка. Так что он только уникальный юнит, а уникальный юнит у Полинезии, по-моему, не фонтан, откровенно говоря. Так что, в общем-то, выбирать стоит между Францией и Швецией. И я более склонен к Франции, потому что всё-таки Шато, неплохое улучшение на местности. Ну и уникальный юнит чуть раньше появляется, чем уникальный юнит Швеции. А по опыту обычно Франция появляется примерно тоже в хороших местах, как и Швеция. Ну, а мой соперник выбрал Марокко, так что вот будем играть Франция против Марокко. Вообще, это сильный игрок. Опять мне достается сильный на начальной стадии. Года полтора назад в одном из дуэльных турниров он даже побеждал. Там был довольно сильный состав участников, так что я думаю, что у меня будет сложно играть. Тем более, что карта контактная, Высокогорье. То есть, это такая перестрелка с холмами. Ну, надеюсь, что смогу победить. Итак, вот у нас старт. Смеюсь я, потому что мой соперник брал Марокко, чтобы у него был Петро Старт. А в итоге Петро Старт у меня. Это, конечно, не отменяет того, что у него тоже Петро Старт. Но у меня как-то весело это выглядит для Франции. Да, вопрос, конечно, стоит ли мне оставаться на этом месте или пойти на холм. Вопрос, в общем-то, исходя из того, буду я через войу или через традицию играть. Очень я не люблю, когда у меня так вот в начале такая дилемма возникает. Но дело в том, что если я сюда пойду, то у меня просто еды не будет. У меня расти городу будет не за что. Вот, на первых, конечно, может быть, там на каких-то других радиусах. Но вообще место вот начальное в принципе неплохое. Не так много еды, но для будущего развития. Два ресурса роскоши, овца. Я бы, наверное, и не ходил никуда. Потому что если ставить на холм, то на этот. Вообще, как бы атака столицы. Ну, правда, мы не знаем, где находится соперник. Я даже краев карты не вижу, видите? То есть я где-то в центре, скорее всего, появился. Если идти сюда на холм, то у меня не будет еды. Дальше тут еще искать опасно просто потому, что агрессивные варвары, они могут сразу появляться. Я могу просто поселенца потерять. Ну, good luck, have fun. Обычные пожелания, удачки. Рокки решил пойти гулять. Ну, и либо просто он видит лучшее у себя место, куда поставить город и сразу сейчас, ну, следующим ходом туда поставит. У меня проблема в том, что вот мне неохота уходить от еды. А у меня нету более хорошей еды. Только вот олени. Туда идти тоже смысла нету. То есть где-то поставить вот на этом холме, где стоят мои дуболомы. Ну, так я бы и не сказал, что тут лучше место. Ладно. Начну пока без производства особого. Семь ходов будет монумент строиться. Не очень хорошо. Давайте сразу тогда лошадей откроем. А так вообще, в принципе, тут не помешает мне святилище для того, чтобы взять пантеон на пустыню. Варвары агрессивные. Руин нету. Ну, вот. Тоже поставил примерно так же. Но он, видимо, все-таки на холм пошел. А нет. Смотрите-ка. Единственное, что у него золото сразу. Он, видимо, поставил на ресурс роскоши сразу. А так, в принципе, такая же. То есть он не на холме поставил. Ну, тогда... И еды у него тоже вот так. То есть у него еда чисто с... Блин, у меня проблема, что у меня дальше еды нету. Что ж мне тут делать тогда? Клетки добавятся только, видите, через 7 ходов. Ну, правда, монумент построится чуть раньше, они добавятся. Но через 2 хода у меня город вырастет, а есть будет нечего. Ага. Ну, вот неплохое чудо. Сюда можно будет город поставить. Все-таки плюс 2 счастья. Ну, следующим ходом надо будет посмотреть, куда у него... На что у него... Есть ли у него еда? О, лошади. О, лошади. Вот эту клетку мне очень надо присоединить. Один ход. Отлично. Все не так плохо, на самом деле, уже. Но у него, видите, он 2 еды где-то обрабатывает. Но у меня следующим ходом тоже будет клетка с двумя едами. С двумя едами, блин. Сложен русский язок. Вот. И я тоже расту. Теперь вопрос, воля или традиция? Самое интересное, что края карты все еще не видно. То есть непонятно, в какую сторону может быть мой соперник. Да, вот тут неплохие места для города. Видите, есть и ресурс роскоши, и чудо. Даже какие-то камни. Блин, может попробовать в традицию сыграть? Все-таки тут такие сложные. Единственное, что мне бы очень хотелось найти соперника. Ну, вот, видите, одинаковая еда. У меня производства побольше. Ну, вот, время принимать политику. Ладно, рискнем. Я сначала, пожалуй, построю светилище. Причем, наверное, даже остановлю сейчас строительство воина, чтобы светилище построить. Потому что взять пантеон на пустыню мне будет очень классно. Видите, у меня тут тоже пустыня есть. Так, он еще скаута не построил. Может, он уже вышел, блин, в пантеон. Ну, в смысле, в светилище и строит пантеон вовсю. Да, здесь конец карты. Мой соперник в эту сторону будет. Так, что нам открыть? Наверное, майнинг. Потому что и железо, и тут лес вырубить надо. Жалко, у меня амбарных ресурсов нету никаких. Я, пожалуй, тут дальше не пойду, потому что появился лагерь варваров. Мне вот это место надо контролировать. Вопрос в том, где город ставить. Если он с этой стороны, то, конечно, он будет атаковать отсюда. Как мне поставить город, чтобы по минимуму... Вообще, вот если я вот, наверное, сюда поставлю, то прям не очень будет ему меня атаковать. А если сюда? Как бы и близко от столицы, и, по идее, все должен достать. Но он тогда сможет там генералами вот это все делать. Ладно, наверное, надо скаутом возвращаться, потому что в ту сторону явно я буду расселяться. Ну, производства у меня побольше. Как-то не странно. Выросли одновременно. Так, давайте попробуем... Так. Если... Нет, давайте вот так и вот так. Вот, заодно и золотишко появилось. Так, что у нас? У него больше еды. Зато у меня производства на два больше. Хочется верить, что я первый построю. Так, и поселенца сразу после война. Так. Что дальше? Дальше давайте арчери построим. Ну, как минимум лучников, если что. То есть, тут где-то сейчас лагерь будет явно. Мне, наверное, воинам надо стоять. Надо думать еще, куда город ставить, конечно. И надо будет лететь в Петру. Ну, вопрос, конечно, опять же, через что играет мой соперник? Через волю ли? Потому что, если через волю, то, может, тут и не до Петры будет. Хотя, с другой стороны, Петра по пути. Со всеми... ...военными юнитами. Так, знаете что, пускай воин тут стоит. А мы сейчас переключимся полностью на производство. Так, семь. ...семь. 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 Блин, армии у него вообще нету. Еще его коцают. Блин, я боюсь, что он святилище построил и возьмет сейчас пантеон. ...на пустыню. Вообще сразу, изначально. Так, пожалуй, выйду. Хочу встать на золото, чтобы варвары не становились на золото и не мешали мне его обрабатывать. Потому что у меня только три клетки с двумя производствами, и мне бы не хотелось их терять. Петра у меня хорошее будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь холмов, из которых раз, два, три, четыре, пять Петра холмы, то есть на которых можно построить ферму рядом с рекой. Ну вот, видите, о чем я и говорил. Слушайте, мне, наверное, надо было взять уже честь. Он тут будет так ходить туда-сюда, или мне даст скаутом пробежать? Давайте-ка я попробую. Вот сейчас он меня должен проатаковать, по идее. Пять ходов. Так, тоже пять. Лучше переключимся. Пускай золотишко капает. Да, тут еще варваров надо будет выкуривать. Блин, ну тут, наверное, надо ставить все-таки. Пускай мой соперник напугается, что я взял пантеон на пустыне. Так, теперь вот так сделаем, чтоб шла культурка, ой, культурка, религия. Да, блин, теперь сложно будет сюда везти потел, но надо. Надо. Похоже, все-таки вот сюда надо ставить город. Так, полечимся. Лучника построим. Что у него? Ну, не знаю, судя по производству, мне сложно сказать, взял он волю или не взял он волю. Вот так, смотрите, так одинаково вообще все. 4-4-10-10-5-5. И армия у него уже появилась. Блин, встанет на лошадей гадский копейщик. Ну, все равно два хода, я не думаю, что там сильно повлияет. Кстати, тогда можно переключить вот так, чтобы вера шла. Опять веры вход. Stonehenge считайте. Главное, когда посел построится, не забыть на еду переключить. Даже, наверное, два лучника. Блин, мне надо взять честь до того, как город построим. Ну, семь ходов, смотрите. Шесть построился посел. Пять, четыре, три, два. Ну да, я как раз приду. Блин. Блин, блин, блин. Зачем, зачем нам убивать их? Надо для культуры сохранить. Так, на еду. А то сейчас жители, как всегда, у меня умрут. Так. Угу. Ну, действительно, не буду убивать. Так, что мне с этими варварами делать? Ну, третий город, почему нет? Почему бы там третий город и не поставить? Блин, безопаснее, конечно, всего вот тут ставить город. Кстати, так как копейщики ходят, то явно мой соперник открыл копейщиков. Вот, блин. Окружают демоны. Да, я, наверное, все-таки тут поставлю город. Мне, кстати, рабочий нужен. Блин. Блин, опасно. Атаковать. Пожалуй, не буду. О. Блин, хочу дождаться все-таки чести. Из чести уже принимай. Ну, давайте вот размышлять. Вот тут я ставлю, да, я до всего дотягиваюсь. У меня и эти овцы будут, и эти вот пустынные, и чудо. На третьем радиусе, но будет, будет. И эти коровы. А здесь я ничего дополнительно не выигрываю еще. А здесь зато и защита лучше, и ближе от столицы. О. Так. Как мне тут лучше сделать? Давайте-ка вот так. Так. И вот так. В следующем ходе... Нет, через два хода принимаю честь, и тогда я начинаю мочить всех этих ребят. Алё, Алёшка, Алёшка, бедовая дорожка. Поплатишься, Алёшка, светлый гавон. Второй город поставил, Энверокки. Ну, либо этим, либо прошлым ходом. У меня как бы тут тоже скоро город. Так что... Ага. Не, ну не должны убить. У меня вот плюс 25 процентов защиты. Ну, если у меня убьют и посила захватят, это, конечно, Лёша дебил будет. Знаете, что я, пожалуй, одного... Убью. Убью. Вот так. Тремя точно не захватят, тем более, что два атакуют через речку. Убью. Угу. Блин, да что я за дебил? Ну... Не принял политику. Ну, вменяемый человек. Опять? В который раз уже? Дебил. Опять нельзя убивать варваров. Ой, Лёша! Как так играть можно? Слушайте, давайте мы, наверное, начнем сразу следующий город строить. Следующий... Ну, ладно, сейчас рабочего достроим сначала. Нам счастья надо. Не убил. Класс. Ну, а что, прокачиваем скаута. Так. Давайте-ка... Ну, давайте-ка откроем письменность. Почему нет? Кстати, мой соперник не открыл. Кстати, мой соперник не открыл. Так. Ну, железо у нас тоже есть. Ну, в принципе, стратегический баланс. Что уж тут. Так. Еще культурки пришло. Ну, знаете, в первую очередь я вот честь беру даже не ради культуры, а потому что... Варваров намного проще становится бить. Так. Он вон растет. Ого! 20 ед... Ну, правда, я... У меня не найдут. Сейчас ничего не стоит. Но в два раза больше еды как-то это... Меня смущает. Честно говоря. Ну, он, правда, наверное, обработал люксы какие-то. Нет, у него нету поддержки. Ну, как? У него больше. У него, наверное, один. Типа счастье. С другой стороны, у него уже города выросли. Да, так что он люкс обработал. Так. Где нам тут предлагают ставить? Да, давайте сразу поселенца еще одного. Ставлю в город, потому что тогда содержания нету. Не надо деньги платить за содержание. Стоит ли покупать эту клетку, я вот думаю. или денег и так немного. Наверное, стоит купить все-таки. Блин, минус. По счастью, пошел. Ну, неприятности эту мы сейчас решим. Даже вот так. Семь ходов. Ага, тут конец карты. Ну, если ставить, наверное, вот тут, где скаут стоит. Тоже у горы. Потому что производство. Поэтому и золото тем более. Так что нормально. Не знаю, попробовать этот лагерь забрать. Или попробовать лучше этот лагерь. Все-таки у меня тут лучники. Так. Что мне надо? Мне надо уборка болота. Ладно. Ладно. Постою тут лучше. Ладно. Постою тут лучше. Так. Три, три. Четыре. Он никакой пантеон не принимал. Если что. Так. Ну, мне надо в Петру. Может, не мы снырят прямо в математику и пилить. Так. Теперь мне надо красители обработать. Не, лучше тут стоять. Я еще поведу сейчас поселенца туда. Не надо распылять армию. Попробуем Артемиду, может, построить. Или... Ну, да. Я сейчас буду вырубать лес все равно. Ух ты. Как тут у них плотничком варвары. Так. Наверное, пойду сюда. Я, наверное, рабочего построю. Ух ты. Да, тут можно дорогой быстро соединить, а не рядышком у меня города. Почему нет? Ну, блин, вообще можно было бы вот тут низ исследовать, посмотреть. Может, лучше сюда было третий город ставить. Потому что тоже пустыня, а мне... У меня пантеон на пустыню. Смысл мне где-то бегать. Блин, давайте сходим посмотрим. А вдруг... У меня два хода еще. Поселенцы строятся будут. Так, давайте... Или библиотеку построить. Можно библиотеку и взять, собственно, деньги и построить Петру. Ну, блин, мой соперник вон отъедается. А, вот он. Фигаси. Не, я туда город не буду ставить. Так. Все ясно. Мы тут рядышком. Так. Знаете что, давайте караван лучше. Да уж. Что он и вон письменность открыл. Там. Да уж. Он так подходит. Нет. А. У. 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 Так, ну мне, конечно, отъедать Париж очень сильно надо, иначе Петру мне не видать, и он вполне может сейчас великой библиотекой взять Петру, у него и производство выше и еда и, собственно, технологии, у него явно есть пустыня, я поставил лучше, и у него уже три города поставлено, так, отойдем, пускай варвары под огонь лезут, это я хочу туда, ну, пускай там лучник стреляет, так, сделаем пять ходов, ну и плохо, у меня, видите, тут ресурс роскоши, он будет приходить мне его грабить. Вообще, приятно, конечно, рекламировать Двагис, у них постоянно появляются новые функции, и мне есть, что вам рассказывать, вот, например, теперь этот справочник и каталог организации показывает, в какой вагон метро вам надо садиться, чтобы куда-нибудь добраться. Думаю, для жителей Москвы, где составы метрополитенов очень длинные, функция окажется полезной, так что заходите на сайт двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте программу под вашу платформу Двагис, если быть точным. Блин, еще у меня еды маловато, ну, я пущу, конечно, сейчас караван, давайте бар еще построим, и уже веселей будет с едой. Вот так сделаем. Так, на всякий случай защитю. Орлеан растет. Давайте-ка мы, наверное, заберем у столицы золото. Золото обрабатывать. Может, сейлинг открыть? Блин, не так. После математики, чтобы второй караван был и Орлеан отъедать. Золото обрабатывать. Золото обрабатывать. Ну, там я не хочу. Тут хоть как-то плотничком все-таки. Пойду-ка я на шоколад встану. Так, еда, еда, еда. Тут. Ну, ща, караван пойдет. Блин, надо бы мне, конечно, построить висячие сады. Вот что лучше, висячие сады или Петра? Ну, Петра еще не открылась. Пока она там откроется. Так, отправляем караван. И умирает зайчик мой. Слушайте, сейчас сюда пойдет этот копейщик. Так, давайте сделаем. Нормально. Так, рабочий готов. Блин, ну он так нехило отъедается, я вам хочу сказать. 14% уже тихие. Мне надо, походу, его найти, чтобы технологии мне дешевле стоили. А что у него с деньгами? Блин, у него совсем неплохо. Что меня, конечно, печалит. Поехали. 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 нехило нехило так давайте смотреть он по воле пошел что конечно может быть для меня фигово сколько у него городов его три города блин мне очень надо висячие сады построить до тех пор пока он ко мне не пришел и постараться побольше армии нас тругать пирамиды построены ох боюсь мне тут будет тяжело давайте-ка этот лагерь внизу попробуем раздербанить так а зачем я сюда пошел мне как минимум рабочего защищать надо блин а а а а а а а сверху откуда-то ну и зачем я городом обстреливал неизвестно но он уже в классической эре или нет нет прикиньте так где тут лагерь который постоянно шлет ко мне всех сколько 70 рублей стоит этот это чудо он конечно может просто город поставить и все но я думаю он его пока не нашел а вот лагерь по морозам а шестнадцать ходов висячий сады но у меня нету выбора к сожалению у меня нету еды мне очень Очень надо их построить, ну я сам себя в такую ситуацию поставил, что на кого мне жаловаться, не на кого. Надо будет, наверное, аристократию брать, чтобы чудеса быстрее строились. Так, библиотечка. Видимо, тут надо... Слушай, тут надо коляску построить, она неплохо будет бегать. После коляски еще один караван из Парижа в Орлеан пусть. А, подожди, в Париж у меня есть амбар? Есть. Так. Плюс 15%. Вот давайте решим, если я возьму 2 яблока, она быстрее будет расти. То есть я получу 3 молотка довольно скоро. А плюс 15% это полтора молотка. Так что, знаете что, мы аристократию не будем пока принимать. Потому что яблоки дадут нам быстрее производство, потому что быстрее вырастет столица. Парижа 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 Так, какао следующим ходом у нас. Ой, если я Петру построю, то мне будет пофиг, что я через традицию Но построю ли я ее? Самое интересное, что у меня соперник все еще в древности Почему-то Так, что у него с городами? Все еще три Четыре-два Что у него с армией? Ну, чуть побольше Ой, как я хочу Петру Вы бы только знали Вот, вошел в классическую Эпоху Походу он вошел, открыв Просто открыв все технологии Очень интересно Ну вот, девять ходов Даже будет еще меньше Я сейчас обработаю лошадей Не хочу тратить силы Особо Да, надо железо обработать, чтобы производства побольше было Так, отлично Это обменяя убился, что ли Очень хорошо Так, пойдем, наконец, займемся этим лагерем Отстроить ли водную мельницу Нет, давайте караван Ага, вот и скаут прибежал Сейчас мы попробуем его убить Следующим ходом Нет, убить, наверное, не получится Но отогнать получится Хочется верить То, что надо Э, что у меня Не засвечивает Местность Так, еще с этим лагерем Охота разобраться У меня, как бы, прокачан Скаут Плюс 50% По идее К силе должно быть Так, еще Производство увеличилось Теперь давайте овец Обработаем Хорошо, вот отсюда Как-то варвары не прут Иначе у меня печаль была бы Так, куда он мог Вот сюда он мог Убежать Скорее всего Ну, я вот сюда Вообще прыгну Отлично Отлично Так Этот лагерь готов Поставим в защите Леон Может Расти Что-то типа Орлеан Хотел обрабатывать Нет, нет Давайте Леон пускай Ну, вот видите Правильно я сюда не пошел Тут город Некуда ставить Тут нету ничего вкусного Может в рляне просто коляски клепать Почему нет Почему нет Так вот, армия Уроки Ага, вот тут город Рабат Ну, в принципе Колясками берется на ура У него минус 5 по золоту Такое ощущение Что ему пришли варвары И что-то разграбили Что я встану На Тут, правда, минус 10 К силе Да, знаете Ему будет сложновато Рабат Защищать У него тут Хотя я не знаю Но такое ощущение Что у него тут Одна клетка прохода Поэтому он так Рабат поставил Так что Все не так плохо Как я думал Да, отлично Сейчас тут Побегаем Коляской Вот и пророк Так, давайте, наверное, 100 денег Будем брать И Производство Четыре хода Ну, уже веселей Уже не все так Грустно Как казалось Когда-то Мне построить Петру И я могу И я могу Просто коляски Клепать И пытаться Его Колясками Захватить Сейчас у меня будет Тут Зажимать Конечно Конечно же Но я попробую Сюда прыгнуть Тут разграбить Ему дорогу И опять Куда-нибудь Смотаться Ой Ну, это я Конечно Я вроде Дорогу Грабил Ну, вот мы и Маракеш Еще видим Заодно Не будем Будем ему тут Подставляться Спрячемся Немножко Так Ну С деньгами Вроде Все окей Давайте Мы купим Этот Вот так Отличненько Ну, вот он Математику Тоже открыл Явно идет В Петру Но Петру Походу Первый я построю Что меня Несказанно Радует Отлично Это просто Отлично Дорогу построим Леон Растет 10 ходов Петра Нормально Он Философию Открыл И похоже Он и И деньги Тоже Открыл Блин Это плохо Давайте Все На производство И Пожалуй Пойдем Лес Вырубать А не Дороги Строить У меня Хотя бы Лес Есть Или Вообще Метколуки Метколуки Лучше Так Так Копейщик Прется Что Дорогу Будет Строить Ко мне Уже Что ли Гад Такой Блин Блин Вот бы Петра Построить Пожалуйста Пожалуйста Вот Началась Завязка Я Я пока К ней Не Готов Но Он Он Уже Армию Поднастроил Производства У него Больше Так Мы Пожалуй Заберем Золото У Леона Так А куда А куда У меня Караван Делся Обалдеть Подождите Стоп У меня Куда То Делся Караван А Не Он Бегает Тьфу Тьфу Ты Ну Ты Так Лучником Меня Обстрелял Блин Ну Как Так Ну Леша Ну Гандоша Гандоша Ну Блин Ну Как Так Фаст Кликер Тьфу 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 Божечки Божечки Дай Дай мне Петру Так Как мне тут Спасать Юниты Ага Коляска Этим Вниз Наверное Или Вбок Вниз Надо Вниз Убьют Конечно Но Блин Два Хода Тьфу Тьфу Следующим Ходом Он Петру Не Построит То Петра Моя А Если Построит То Печаль Ну Давайте Философ Давайте Нет У меня Еще Не Везде Библиотеки Построены Ну По Населению Я не Сильно Отстаю А по Производству Тоже Не Сильно Ну Вот Правда Я Сейчас Пару Юнитов Потерял Так Петра Моя Отлично Вылечился Ну Охренеть Да Он Использует Блин Он Лечилки Откладывает Наконец Ну Как Всегда Что Я Удивляюсь Так Этот Юнит Мне Нужен В другом Месте Ну Он Разграбит Какао Но Счастья У меня Еще Будет Так Что Лучше Юниты Спасать А Не Какао И Клепать Коляски Да Это Счастье Счастье Так, в Лионе же амбар я построил, да? Чувак, тут коляску не надо. Так. Так, ну, Петра мне дала только одинаковое производство. Будет пытаться с этой стороны. Ну, слава богу, у меня ничего не обработано. Пускай распыляется. Ну, армию он, кстати, не строит. Так что можно немножко... Я понимаю, что варвары могут разграбить, но... Вариантов нету. Не понял. Куда юниты деваются? Блин, ну что за... В гарнизоне. Я не врубаюсь. А, вот он. А почему она осталась там? Ой, странно все это. Отлично. Сюда решил побежать. Ну, давай. Закрыли традицию. Ну, мог и меньше, конечно, юнитов потерять при отступлении, но... Как получилось, так получилось. Кстати, а когда у меня шато открывается? Я вот не помню. Где-то в средневековье, да. В рыцарстве. Ну, что, попробовать в Париже библию построить. Единственное, меня радует, что я его перекликиваю вроде как. Ну, я не знаю, что я его перекликнула. Так, соединили дорогой. Что я тут открываю? Да, в гражданскую службу я хочу. Что нам взять с Библы? Гильдии, похоже, надо будет взять. Так, ну, по идее, я ему тоже армию прорядил немного. Так. Конечно, тут стоит дорогу построить, но у меня инженерное дело не открыто. Так что я все равно через реки не очень хорошо буду перепрыгивать. Ну, вообще, надо какао починить. А там еще сахар сверху. Так, знаете, что не надо, чтобы Орлеан рос. Так, сахар сверху. Так, сахар сверху. Так, зелё Tower axит. Так, сахар сверху. Продолжение следует... Продолжение следует... А что у него с городами? Все еще три? Или он ведет сюда? Пять, пять. Так, я уже первый по населению. Что естественно. Так, давайте, наверное, еще одну коляску. Здесь пока одну отменим. Вернем, наверное, лучника в Леон. Так, что-то он отступает. Ладно, я не буду его преследовать. Знаете, я буду в защиту играть. У меня будет высокая защитная империя. Пускай он ко мне лезет. А не я к нему. Так что давайте мы лучше здесь рынок попробуем. В защиту. И давайте нацкулидж. А что я не... Ну, отлично. Давайте Мачу-Пикчу. Или даже Храм Артемиды попробуем. В целом Мачу-Пикчу не может построить. Армия у меня вроде отбиваться есть. Так, плюс четыре. Все, можешь расти дальше, дорогой друг. И вообще нам надо тернина профита, а на миссионера. Оставим. Ну, потому что у меня производство. Распространим в города производство. Чем плохо. Философия. Три хода. Орлеан растет. У меня лучше пускай на производство идет. Так, коляска пускай сидит в Орлеане. О, тут соль. Четвертый город тут можно поставить, кстати. Давайте-ка я лучше исследую. Соль. Коровы. Так-то неплохо. Так, я уже первый по армии. Наука примерно одинакова. Блин, он тут город поставил. Ну, товарищ. Я не против этот город взять. Блин. Что он там этой коляской бегает? Неудачно, конечно. Лучше бы я этот город взял. Ну, если я бы тут поставил. Я про это. Так, надо будет отойти. Этим сюда, этим сюда. Да. Да. Что взял? Пагода. Ну, это понятно. А, он тоже Артемид устроил. Окей. Я думаю, что эту коляску варвар убьет. Я очень сильно надеюсь на это. Почему армия вот там где-то ходит? Не могу понять. Ну, ладно. Это единственное, что я могу на это ответить. Так, подождем. Вдруг он решит меня обстреливать. Какой-то туда пошел. А что там такое? Почему он хочет как-то обойти карту, чтобы прям в тыл мне прийти, что ли? Мачу-Пикчу никуда не денется от меня. Так, он вошел в средневековье тоже. 212, 184, ага, в гражданскую службу. 222, 184, ага, в гражданскую службу. На этом пока все. Так как партия получилась длинной, то пришлось разбить ее на серии. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Ну, а вы слышали Лешу Халецкого. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.